Этот человек просил не показывать его лицо. Он боится, что врачи обидятся и перестанут дальше лечить. Житель Саранска в понедельник почувствовал недомогание. Во вторник поднялась температура, в среду пришел врач в защитном костюме и назначил лечение. Спросил, что принимаю, спросил, антибиотики, таблетки. Она говорит, ну, продолжаю, говорит, то же самое. И все, до понедельника. Понедельник врачу. Я спросил, может быть, что-то надо. Она говорит, нет, ничего не надо. Я говорю, ну, может, там КТ сделать. Вот нет, говорит, ну, все, в поликлинику придете, вам там все скажут. В поликлинику пришел, там у них никаких данных. То есть какой, в поликлинике спросили, какой тебе диагноз поставили. Я говорю, я не знаю, говорю даже. То есть, ну, врач у меня был, наверное, вам должны что-то были передать. Нет, говорит, у нас ничего, никаких. Есть у молодого человека коронавирус или нет, никого не интересовало. Не умирает уже хорошо. Значит, не надо везти в больницу и портить эпидемиологическую статистику. Тем более, что ОРВИ и коронавирус сейчас лечат одинаковыми лекарствами. Министр здравоохранения Мордовии объясняет, есть условия, при которых специально обследование на коронавирус делают обязательно. Это возраст, профессии и контакт с инфицированным пациентом. Остальное на усмотрение врача. У нас вот две тысячи исследований и одна четвертая часть фактически идет на то, чтобы пациенты, идущие на плановую госпитализацию, делали эти мазки. Вот в чем дело. Конечно, если бы мы ее прекратили, вот этот пул бы у нас освободился, но мы этого делать не будем. И другой момент касаемо того, чем лечить на амбулаторном этапе. В настоящее время существуют основные лекарственные препараты. Это орбидол, грипферон, это гидроксихлорохин, алиплевир. Четыре. Это при легком степени тяжести, в зависимости от клинических проявлений, в зависимости от возраста сопутствующей патологии, врач уже сам определяет, какую схему назначить. Все звучит красиво, а вот наш герой совсем не медик. По профессии сам назначил себе лечение. И врач с этим только согласилась. Возможно, у него был коронавирус. Не исключено, что в легкой форме. И от него вполне могли заразиться и члены семьи, и пациенты в поликлинике. Куда он все еще ходит? Анализы, общий анализ крови, то есть все стандартное только, и все, больше ничего. У меня и ребенок, семья, то есть ничего, никто не сказал, что там. Ребенку в садик не водить, еще что-то нет, ничего такого не было. Получается, что чиновники не просто рассказывают, как система здравоохранения должна работать в условиях пандемии. Они верят в то, что так и происходит. Нашему герою еще повезло, что врач пришел к нему лично. Говорят, что сейчас терапевты вообще консультируют больных по телефону. Скорую помощь ждут по 8 часов. На КТ выстраиваются очереди, но не всех везут в больницу. А коронавирус распространяется еще и потому, что многие недообследованы. Ведь сезонный ОРВИ так похож на смертельно опасный ковид-19. Только исходы у них разные. От одного легко вылечиться, от другого умереть. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова